Саламастер Махрумед Тотандастар Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой прямой эфир И тема сегодняшнего эфира Ситуация, которая сложилась на железной дороге Казахстана Вы все в курсе, что в воскресенье Около станции Чу Произошла авария Существуют разные версии Почему эта авария произошла? Сначала официальные власти сообщили В средствах массовой информации Что в средствах сошло 8 вагонов Затем 3 И, собственно, пока мы не слышали Результаты работы комиссии Которая бы сказала причину этой аварии И в первые дни тоже ничего не сообщали о жертвах Говорили, что есть пострадавшие Мы все видели репортажи с мест Люди снимали события на свои мобильные телефоны И, собственно, сам характер аварии показывает Что жертвы точно должны были быть И людей, которые травмы получили Тоже достаточно много Но буквально в тот же день сообщили Что в результате аварии погиб один подросток Но сегодня мне из Казахстана сообщают Что на селекторном совещании Говорят уже о 6 погибших Важно то, что уже прошло 3 дня С момента аварии И власти страны до сих пор не сообщают Количество пострадавших и жертв Правительство никаким образом Не высказал свою позицию А это очень серьезная авария И мы все должны понимать Почему правительство Никоим образом не озвучивает свою позицию Не озвучивает первоначальную причину Возникновения этой аварии И я хотел бы объяснить Почему это происходит Почему власть молчит Дело в том, что сама железная дорога Это является одной из крупнейших компаний страны После такой компании, как Казмуная Газ По размеру денежного оборота По месту на рынке Наверное, на самом деле Железной дороги Именно нет аналога в стране Потому что это компания-монополист У нее в этой компании работает Свыше 100 тысяч человек Я сейчас, к сожалению, точную цифру не помню Ну, точно около Свыше 100 тысяч человек По-моему, около 150 тысяч человек Вот Это монополист Которая должна показывать Миллиардные прибыли Притом не в тенге В долларах Эта компания регулярно попадает в убытки Сотни миллиардов тенге Из пенсионного фонда Размещается в эту компанию монополист Считает, что она государственная И, собственно, так вам морочит голову Но, на самом деле Все обстоит гораздо проще В этой компании Прямо контролируется Интересы семьи Носултана Назарбаева Через назначенцев Директоров Разных тех или иных предприятий И министра вице-премьеров Руководителя железной дороги Который прямо назначается Носултана Назарбаева Для того, чтобы Они финансировали Тельные проекты Политические, во-первых А, во-вторых Миллиарды долларов Ежегодно Крадутся из этой компании Ну и подумайте Что та компания Которая должна Проносить в год Несколько миллиардов долларов Получает Гигантские убытки Почему? Потому что Эти убытки Создаются за счет Воровства Затем эти убытки Покрываются Из финансирования Бюджета страны То есть Убытки покрываются Деньгами граждан Которые платят Налоги Бюджет страны Далее Эти убытки Покрываются За счет финансирования Из Национального фонда Нефтяного Так называемого фонда И Третьих На самом деле Железная дорога Опутана Разными схемами Когда на поставках На ремонтах На тех или иных работах Работают компании Нурсултана Назарбаева И его шайки Есть такой известный Человек Который всю жизнь Воколо железной дороги Крутился И там Прямо через него Выстраивала интересы Семья Назарбаева Это Аскар Мамин Нынешний вице-премьер И Также он же Стабликом является Джексибекова Руководитель администрации Президента И собственно Вот эта вся Верхушка Опутала Всю железную дорогу И выполняет Волю Нурсултана Назарбаева И Теперь Очень важный момент Который В принципе Мы озвучивали В фильме Казмунай Диас В фильме Казмунай Диас Мы рассказывали О некой компании Группе компании Комкор Это около Десяти предприятий Которые Оказывают Те или иные услуги Железной дороги А именно Ремонт железных дорог Локомотивы Поставки Электроэнергии То есть Вся инфраструктура Вокруг железной дороги Она обслуживается Группой компаний Комкор 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 Который Так называемый Так вот Собственно Когда Заявили Что машинист Издали Увидел Искривление путей И применил Экстренное торможение Собственно Это привело Якобы Аварии Есть еще другие версии Официальные версии Мы послушаем Но тем не менее Это все Напрямую Связано С качеством Полотна Железной дороги Кто Вообще Занимается Ремонтом Железнодорожных путей Их строительством Их ремонтом Этим занимается Группа компании Комкор До 2014 года Группа компании Комкор Была в составе Железной дороги Это была Группа Государственной Компании Контролируемая Самрук Казана Самрук Казана Это Компания Государственная Которая владела Сверху Акциями Всех государственных Компаний Урановой Электроэнергетической Различными Строительными Компаниями Банковские Интересы Меднорудные Компании Это собственно Для этих целей Создана Так называемая Самрук Казана Чтобы контролировать Все государственные Активы Как бы Через эту структуру Сверху Через него Заливаются Миллиарды долларов Они рассасываются В этих компаниях И там Крадутся Когда я говорю Что каждый год Банковской системе Прободает Минимум 10 миллиард долларов А известно Что 10 миллиард долларов Они уходят Именно в банки Но султана Назарбаева Так вот Это еще одна Из отраслей Где крадутся Миллиарды долларов В фильме Казмана Диас Мы рассказываем О Диасе Сулеймениеве Которые Вместе с Тимуром Кулебаевым Они Выстроили схему И Приватизировали Так сказать Можно Если назвать Приватизировали Компанию Комкор Группу компаний В 2014 году Через некого Якова Цхая Который Находится в списке 50 богатейших людей Страны И прошу обратить внимание Что вы не найдете Его фотографии В стране Нигде Ни в интернете Ни в Forbes Нигде Там вместо фотографии Стоит такая Рамочка С непонятным Даже изображений Там нет Так вот Этот человек Который Входит в список 50 богатейших Людей Яков Цхай Оказывается Стал собственником Группы компаний Комкор Это Многомиллиардная Компания Она просто не стоит Ни 100 Ни 200 Ни 500 Миллион долларов Многомиллиардная Эта компания Стоит Как минимум Несколько Миллиардов долларов Это группа Компаний Которая Формировалась По мере развития Железной дороги Десятки лет Не просто она была Построена Группа компаний За год За два Именно десятки лет По мере развития Железной дороги Строились Собственно Сами Дороги Это полотно Это специальные Укладочные машины Это локомотивы Это энергоснабжение То есть там Функций У группы компаний Комкор Много То есть представьте Что Комкор В сторону отойдет И железная дорога Рухнет Потому что некому Будет охладить пути Некому будет ремонтировать Некому будет строить Железную дорогу Некому будет поставлять Электрическую энергию И так далее Все эти активы Ушли В группу компаний Комкор На фальшивом тендере В 2014 году Вот этот товарищ Некий Яков Цхай Совершенно неизвестная Личность Приобретает За сумму Чуть более 50 миллионов долларов Активы Которые стоят Как минимум Несколько миллиардов Долларов Затем Эта компания Просто Перепродает Эти активы Тимуру Кулебаеву То есть Это такая Продуманная сделка Чтобы Тимур Кулебаев Не сразу Заявлялся А через Постранное лицо Затем Затем Всеми этими Активами Начинает владеть Компания Кипрос Это общеизвестная Компания Можно зайти в Гугл Найти компанию Кипрос Зарегистрированная На острове Известном Офшорном Кипр Вот И в итоге Конечным Собственником Стала компания Кипрос Компания Тимура Кулебаева И Многомиллиардные Активы Государственной Железной Дороги Просто Перебежали В карманы Семьи Назарбаева В частности Конечного Собственника Формального Тимура Кулебаева И вот Представьте себе Когда Железнодорожники Мне пишут Говорят Что мы получаем 100 или 150 тысяч Тенге Кто-то 60 тысяч Тенге Они не знают Кому адресовать Свои вопросы Они не очень Ясно Понимают Кто Собственником Является Группы Компании Комкор Собственником Групп Компании Комкор Является Зятин Султана Назарбаева Тимур Кулебаев Вместе Со своей Женой Динарой Кулебаевой Это я даю Информацию Вот теперь Собственно Воскресенье Произошла Авария И В своем Посте Я написал Что Очевидно Что Любая Комиссия Которая Там Пройдет Сошлется На какие-то Обстоятельства Непредвиденные Ну в крайнем случае Назначат Виновником Какого-то Стрелочника Но Сами Железнодорожники Вы можете Почитать Комментарии Что они пишут Они говорят Что Нет необходимого Количества Работников Они экономят Не поставляется Качественное Оборудование Не выполняется В нужном Объеме Работы То есть Все Как бы Экономится На зарплатах На всем На материалах Для чего Для того Чтобы Излечь Максимальную Прибыль То есть Фактически Это прибыль По разным Схемам Затем Выгоняется За рубеж То есть Вы платите За транзит За перевозку Груза Железной дороги Вы считаете Что вы платите Государственной Компанией На самом деле Основные Доходы Растекаются Через такие Подставные Структуры Тимура Кулебаева Который Опутал Государственную Железную Дорогу Разными Своими Щупальцами И более того Выкупил По условной Цене Те активы Которые Стоят Как минимум Несколько Миллиардов Долларов Через Подставных Людей Вот собственно Когда Сейчас Будут Озвучены Имена Тех Кто Пострадал В результате Эта авария Будут Озвучены Имена Тех Кто Погиб В результате Этого Случа А это Не является Несчастным Случаем Это Планомерные Действия По Ограблению Железной Дороги Это Коррупция И эта Коррупция Приводит К тому Что Гибнут Люди Многие Из вас Говорите Шикур Талга И все Давайте Ждать Вот мы Этого Имеем Этого Достаточно Но К сожалению Наша Жизнь Зависит От Тех Действий Которые Совершает Политическая Верхушка Во главе С Султаном Назарбаев Буквально Несколько Дней Назад Мы Получили Итоги Того Что Это Преступная Власть Совершает В отношении Своего Народа А именно Кража Многомиллиардных Государственных Активов Затем Плохое Его управление Потому что Только Реальный Собственник Который Собрал Серьезные Средства Который Затем Хочет Их Вернуть Отрабатывает Он думает Над всем Он работает Тщательно А эти Мажорики Которые Просто Захватили Активы Все что Они делают Они Воруют Государственные Средства Воруют Деньги Народа А затем Их Прогуливают Я Предлагаю Вам Еще раз Внимательно Посмотреть На фильм Казмуная Диаз Где В одном Из сюжетов Показано Как Деньги Крадутся Не только С государственной Железной Дороги Но в первую Очередь Крадутся Деньги Государственной Нефтяной Компании Казмуная Газ И Именно За счет Деньги Казмуная Газ Динара Кулебаева Провела Свой день Рождения За один Вечер Сожгла 80 миллионов Долларов США Этих денег 80 миллионов Долларов США Хватило бы Чтобы Выплачивать Пособие Для Студентов 100 тысяч Студентам В течение Одного Года Они могли Снимать Себе Жилье Вдумайтесь Они За один Вечер Сожгли 80 миллионов Долларов А этих Денег Хотело бы Чтобы 100 тысяч Студентов Снимали Себе Жилье В течение Года Учебы Вот собственно Куда уходят Деньги Вот собственно Почему Происходят Аварии Вот собственно Почему Вы теперь Зная Кто Является Виновником Этой Трагедии Можете Подавать Суд Выходите Публично Заявляйте Свои Требования Требуете Огромной Компенсации Материальной Моральной Какой угодно И вы знаете С кого Требовать Это Взять Нусултана Назарбаева Тимур Кулебаев Я В эти Дни Еще раз Опубликую Информацию О группе Компании Комкор Вы можете Посмотреть Фильм Казмуна Диаз И там В расследовании Подробно Детально Рассказывается Что Все мои Слова Подтверждены Документально А именно Как проходил Тендер Кто Овладел Группой Компании Комкор Холдинг Что За люди Подписывали Документы Какой Денежный Оборот Какие Функции У этой Группы Комкор Холдинг И вы поймете Что Та Авария Которая Произошла Воскресенье Причиной И является Именно Грабеж Со стороны Семьи Нусултана Назарбаева И вы Тогда Можете Опираться На эти Документы И подавать Судебные Иски Теперь Следующая Тема Которую Я хотел Обсудить Это Митинг 23 Июня По всему Казахстану Я хочу Отметить Что За всю Историю Независимости Казахстана Независимость Я Наверное Скажу В кавычках Потому что Это Независимость Семьи Нусултана Назарбаева От всех В первую очередь От Народа Казахстана Так вот За этот Период 29 лет У власти Которая Находится Нурсултан Назарбаев Впервые Сформировалось Сильное Политическое Движение Демократический Выбор Казахстана Который Проводит Акции Протеста Одновременно По всем Регионам Страны Не в одном Двух Городах А по всем Регионам Страны Потому что Скоро Мы должны Собрать Сотни тысяч Соронников Которые В состоянии Выйти Одновременно По всей Стране И мы Делаем Первые шаги Это вторая наша акция Второй наш митинг Первый митинг проходил 10 мая Я благодарен Нашим сторонникам Которые поддержали Нашу инициативу И сейчас Мы планируем 23 июня Организовать Вторую акцию Митинг За бесплатное Образование Что я В этой связи Хотел бы сказать Давайте мы сначала Обсудим Наши требования Первое Наши требования Чтобы Молодежь Могла Получить Бесплатно Высшее И среднеспециальное Образование Что для этого Нужно Для этого Нужно Государству Выделить Дополнительно 500 миллионов Долларов США Сверх того Что сейчас Выделяется На финансирование Вопросов Образования Наши расчеты Показывают Что Если Правительство Выделяет Дополнительно 500 миллионов Долларов Наши Студенты Наша молодежь В состоянии Бесплатно Обучаться При этом Эти средства Пойдут не только Государственные Учебные Учреждения Но и в частные То есть Гранты Будут выделяться В те или иные Учебные Заведения Куда Хотят Пойти Учиться Студенты И частному Учебному Заведению Или государственные Без разницы Кто заплатил Деньги А платить Будет Государство Тогда Вся наша Молодежь Будет В состоянии Учиться Высших Среднеспециальных Учебных Заведений Потому что Эти Проблемы Решит Государство Сейчас Ваши родители Оплачивают В зависимости От учебного Заведения От 500 тысяч Тенге До суммы Свыше Миллиона Тенге Как я уже Неоднократно Говорил Если ваши Родители Получают Заработную Плату Около 100 тысяч Тенге То Учиться Вам Высших Учебных И среднеспециальных Заведений Просто Становится Крайне Сложно А если У ваших Родителей Судентов Не один А два А если Три То это Вообще Без шансов Кто-то Из вас Скажет Что Да Можно Учиться Бесплатно Получить Гранты Не валяя дурака Что называется Хорошо Давайте мы Рассмотрим Этот случай Ясно Что Для того Чтобы Положить Обучение Помимо Оплаты За обучение Вам нужно Где-то Жить Как-то Проживать Там Период Обучения То есть Нужны Средства Откуда Возьмут Эти средства Ваши Родители Если Они получают Всего Лишь Около 100 тысяч Сенге Поэтому Мы Требуем Чтобы Государство Выделило Дополнительно Порядка 500 миллион Долларов И это Покроет Все потребности Страны Сейчас Если Посмотрите Официальные Данные Все наши Учебные Заведения Как государственные Так и частные Высшие Учебные Заведения Оказывают Услуги По Прошлому Году Цифра Есть Порядка 112 Миллиардов Тенге Это 340 Миллион Долларов И очевидно Что С учетом Того Что В среднеспециальных Учебных Заведения Стоимость Обучения Меньше Чем В высших Учебных Заведениях То Общая Сумма Затрат Со стороны Населения Порядка 500 Миллионов Долларов В год Это Звучит Наверное Сильно Что Кажется Что Это Много Но Масштабы Государства Это Вообще Ничтожные Деньги Я Уже Говорил Что Только По этому Году Дополнительные Доходы От Пошлин На экспорт На нефть Дополнительные Кроме Того Что Запланировано Дополнительные Доходы Составят Свыше 3 Миллиардов Долларов США Вдумайтесь Дополнительные Доходы Которые Правительство Не Планировало Минимум 3 Миллиарда Долларов А Общие Доходы Дополнительные Составят Сумму Свыше Наши расчеты Показывают Что Вот Перечень Требований Которые Я сейчас Озвучу Требует Финансирование Менее 3 Миллиардов Долларов США То есть Таким Образом Мы Знаем Что Деньги В стране Есть Более того Их В избытке Итак Первое Требование Должно Быть Бесплатное Образование Второе Требование Мы требуем Чтобы Студенты Получали Высших Учебных Заведений Средних Специальных В частных И государственных Учебных Заведениях Стипендию В размере 50 тысяч Тенге Сейчас Стипендия Составляет Около 21 тысяч Тенге Для студентов Высших Учебных Заведений И Среднеспециальных Порядка 17 тысяч Тенге Эта Сумма 50 тысяч Тенге Она Тоже Незначительная Но Позволяет Как-то Студентам Держаться На плаву И Скажем так Не просить Дополнительной Помощи У своих Родителей Которые И так Получают Ничтожные Средства На своей Работе Второе Требование Которое Тоже Существенно Облегчит Жизнь Наших Студентов И их Родителей Мы Требуем Чтобы Каждому Иногороднему Студенту Была Выделена Компенсация Денежная В размере 30 тысяч Тенге Чтобы Студенты Скооперировавшись Могнись Вместе Снять Жилье Если 2-3 Студента Объединятся В зависимости От региона 60 или 90 Тысяч Тенге Это Те Средства Достаточные Для аренды Жилья Как в Астане Алматы И других Регионах Страны Это Второе Наше Требование То есть Что Говорит о студентах Бесплатное Образование Стипендии 50 тысяч Тенге И Денежные Субсидии В размере 30 тысяч Тенге Далее Следующее Наше Требование Я Несколько Слов Хочу Сказать О Воспитателях Сейчас Воспитатели Дошкольных Учреждений Получают Всего Лишь 30 40 Тысяч Тенге Вы Представляете В их Ведении Несколько Десятков Детей Которыми Сложнее Управлять Чем Даже В школе И Наши Педагоги Которые Работают Дошкольных Учреждений Получают Всего Лишь 30 40 Тысяч Тенге При этом Надо иметь Ввиду Что 97 Процентов Этих Воспитателей Только По Официальным Данам Имеет Высшее Образование То есть Какой Смысл Вам Молодым Людям Завершать Учебу Педагогических Институтов Несколько Лет Учиться Чтобы Получать В итоге Заработную Плату 30 40 Тысяч Тенге Это Просто Нереально Это Просто Несправедливо Сейчас Наши Учителя Получает В среднем По официальным Данам 99 Тысяч Тенге Есть Кто-то 120 Кто-то 150 Это Зависимость От Старшей Квалификации Ну Считается Что Средняя Заработная Плата Учителей 99 Тысяч Тенге Что Мы Требуем Мы Требуем Чтобы Заработная Плата Воспитателей Была Приравнена К Учителям Их Статус Был Выравнен А Затем Заработная Плата Учителей Преподавателей И Воспитателей Была Двукратно Поднята Что Это Значит Это Значит Что Воспитатели Учителя И Преподаватели В среднеспециальных И высших Учебных Заведениях Будут Получать Заработную Плату В зависимости От Стажа Квалификации От 200 До 300 Тысяч Тенге Это Еще Наши Требования Которые Мы Будем Озвучивать На Митинге Далее В младших Классах Первых Четвертых Были Бесплатные Обеды И Со ссылкой На то Что В бюджете Страны Денег Нет А В 17 Году Эти Льготы Были Отменены Что Я хочу Сказать С учетом Того Что Денег Стране Много Их Много Сейчас Было Много В прошлом Году Ранее Было Еще Больше Мы Требуем Восстановить Эти Бесплатные Обеды Для Детей Для 700 Тысяч Детей Восстановить Бесплатные Обеды Мы Посчитали Все Расходы Связаны С нашим Требованием И мы Видим Что Сумма Расходов Будет Менее 3 Миллиардов Из 10 Как Минимум Свободных Денежных Средств На этот Год Как Минимум Я Вам Хочу Напомнить Что Султан Назарбаев Каждый Год Сжигает В своих Банках Минимум 10 Миллиардов Долларов Я Хочу Привести Пример Армении Когда К власти Пришел Демократический Руководитель Никола Пашинян Когда Сотни Тысяч Граждан Армении Вышли На улицы На улицы Еревана Власть Произошла Она Ушла И Смена Власти Произошла Мирным Путем Именно Мирным Путем Те Кто Из вас Этому Не верят Смотрите Что Произошло В Армении Смотрите Что Произошло В Грузии Именно В результате Мирных Акций Протеста Сотен Тысяч Людей Произошла Смена Правительства В Армении В Армении Просто Произошла Смена Режима И Сейчас Вы Можете Наблюдать За тем Что Происходит В Армении Жизнь Людей Меняется Стремительно Сейчас Идут Аресты Тех Людей Которые Участвовали Коррупционных Схемах Вот Буквально Несколько Дней Назад Арестовали Генерал Лейтенанта Который Воровал Огромные Средства У Солдат Держался Дома Гранатометы Различное Оружие И все Прочее Крал Гуманитарную Помощь Со стороны Европейских Государств И кормил Животных Леопардов И все Прочее У себя Во дворе И Сейчас Борьба С коррупцией Идет Быстрыми Темпами Там же Нынешняя Власть Предъявляет Обвинения Тем Полицейским Которые Воевали Против Своего Народа Боролись Против Мирных Акций Которые Проходили В Армении У нас Будет Так же Я хочу Заверить Вас Что Никто Не будет Подавлять Свой народ Если Действительно Народ Выйдет На улицы Города С мирными Требованиями Выйдет На акции Протеста Когда Будут выходить Сотни тысяч Не сто Человек Не пятьсот Не тысяч Сотни тысяч Поэтому Когда Меня спрашивают Насколько Реально Чтобы эти Требования Были Выполнены Со стороны Насултана Назарбаева Я говорю Они реальны И пример Рядом с вами На ваших глазах Пример Армении Когда буквально За две недели В результате Мирных акций Протеста Мирных Военные Перешли На сторону Народа Полиция Перешла На сторону Народа И у армян Сейчас Не просто Появилась Надежда У армян Начались Реформы Буквально Сейчас Буквально Немедленно И у нас Тоже Так же Будет Сейчас Власть Опасаясь Митинга 23 июня Придумывает Просто Удивительные Вещи Которые Вызывает И улыбку И смех И просто Смотришь на них И поражаешься Мы объявили Что Акции Протеста Акции Будут проходить По всей стране В основном На центральных площадях Страны Около Акиматов Или Центральные площади Или еще Специальные места Где Оживленные Переволки Улиц И так далее Сегодня Пришла информация Что Буквально Что называется За ночь В Атрау Построили стену Огородили забором Центральную площадь И работы идут Такие же Процессы Идут в Астане Где мы Планировали Провести Наш митинг Около Конгресс-холла Мы знаем Что Идут попытки Давления На активистов И Многих из них Предостерегает И требует Чтобы они Написали Бумагу Что они Не будут Участвовать На митинге 23 июня Я думаю Что Вы все Понимаете Что это Действие Правоохранительных органов Является Незаконным Вопрос А почему Наши правоохранительные органы Не ходят По домам Чиновников И не берут У них Обязательства Что они Не будут Воровать Что они Не будут Участвовать Коррупцией Или Они Почему Не ходят Ко всем Другим Гражданам И не берут У них Подписку Я клянусь Что я Не буду Преступником Я клянусь Что я Буду Правильно Переходить Дорогу Я клянусь Что я Буду Исполнять Закон Вы понимаете Насколько Абсурдны И несоответствующие Конституции Нормам Нашего Закона Действия Правоохранительных Органов О чем Это говорит Это говорит О том Что Действующая Власть Непрерывно Нарушает Законы При этом Все время Апеллируя К самим Законам Генеральная Прокуратура Все время Говорит Что Вот видите Ли Вы Если выйдете На митинг Вы Нарушаете Правила Законы И необходимо Получать Согласование У местных Властей Ну Например Вкладчики Банка Астаны Подали Заявку На митинг На 20 Июня Кто-то Им дал Это Разрешение Акимат Города Написал Что Это Место Не соответствует Их Скажем Места Которые Вытвердил Так называемый Маслихат Города Астаны Поэтому История Казахстана Я могу Сказать Как Человек Который Много Раз Организовывал Митинги Власть Не дает Разрешения Для того Чтобы провести Митинги В той или иной Месте И поэтому Лицемерно Ссылаются На закон Сами нарушают Закон Непрерывно Оказывают Давление На людей Запугивают Берут С них Какие-то Подписки Которые Прямо Нарушают Норму Конституции На право На свободу Митингов Мнений Собраний И так далее На свободу Средств Массоинформации На свободу Получения Информации Мы все Знаем Что Власть И страны Именно тогда Когда идут Прямые эфиры Телеграм Чат Активист ДВК Именно тогда Когда я даю Прямые эфиры От имени Демократического Выбора Казахстана Именно в это Время Власть Отключает Интернет Блокирует Социальные Сети То есть Они прямо Нарушают Законы Казахстана Прямо Нарушают Международные Соглашения О свободе Передачи И доступа Информации И в это Время Когда мы Объявляем О том Что 23 Июня Состоится Митинг Взывает Закон Видите Насколько Они выглядят Смешно Сами Нарушая Непрерывный Закон Взывает К исполнению Закона При этом Никогда Не дают Разрешение На проведение Митингов В этой связи Я хочу Сказать Что Необходимые Требования Именно Соответствия С международными Соглашениями Различными Конвенциями Которые Подписал Казахстан Демократический Выбор Казахстана Полностью Удовлетворяет Всем этим Требованиям А именно Мы уведомили Власти Минимум Месяц Назад Что Мы будем Проводить Митинги За бесплатное Образование 23 июня И все эти дни Мы непрерывно Озвучиваем Наше намерение Более того В каждом регионе Указаны Места Где будут Проходить Митинги В районных Центрах Они будут Проходить На площади Возле Акиматов В городах Они будут Проходить Около Акиматов Тех или Них городов И областных Центров Также мы Дали Отдельные Места В виде Плакатов Которые Специально Выделили В частности В Астане Около Конгресс Холла На Старой Площади И В Алматы По улице Панфилова Около Театра Опер и Балеты По Пешеходной Улице Поэтому Уважаемые Казахстанцы Все эти Заверения Прокуратуры Просто Не соответствуют Нормам Ни Конституции Ни соглашения Международных Которые Подписал Казахстан Взял на себя Обязательства Их Исполнять И Я хочу Вас Заверить Что Мы Соответствуем Все наши Действия Выполняем Соответствие С этими Международными Соглашениями И Поэтому Давайте Мы должны Для себя Понять Если кто-то И нарушает Закон То нарушает Закон Нынешняя Власть Под руководством Нурсултана Назарбаева 23 июня Мы Выходим На митинги По всей Стране 15 часов По Местному Времени 15 часов По местному Времени Я делаю Акцент Потому что Сдвинутое Время На 1 час В ряде Регионов Страны Как Ахтубе Уральск Атрау Мангистау Часовая разница Поэтому Эти регионы Тоже проводят Свои митинги 15 часов По своему Времени На сегодня Я свой эфир Завершаю Савонзор До встречи В эфире Завтра Я буду Выходить Сейчас Ежедневно Продолжение следует Продолжение следует